Они по величине ТЦ занимаются как второе почетное место после МГТС-ток Убратов. Сместится с этого места магнито-фаза. Фазовая диаграмма подлинная и похожая визуально на диаграмму Убратов. Есть антигромагнитная фаза, сверхпроводящая фаза. Это контролируется допированием либо на месте железа, либо вдали от своего железа-пушника. Тем не менее, допированные вещества являются металлами. Хоть плохими, но тем не менее металлами. И поэтому, а также по многим другим оптическим характеристикам, мы в этих веществах вполне можем использовать стандартные методы теории первого тела, теории первой жизни. Поскольку один из главных вопросов, интересующих научную общественность, почему возникает сверхпроводимость, каков механизм сверхпроводимости. Близкий к этому вопрос, какова симметрия параметра порядка. Были предложены различные теории, и, соответственно, они дают различные варианты симметрии щели. Один из вариантов это, как называемая, S плюс-минус симметрия, или просто изотропная S щель. Здесь она полностью защитиляет дырочную поверхность, и также полностью защитиляет электронную формату. Такой вариант симметрии получается, если, например, рассматривать орбитальные ситуации, или, проще говоря, нарядовые ситуации, и при этом принимать во внимание электронную форматуру на взаимодействии и усиливающие. Это работа, например, в Кантане и Сауфарах. Другой вариант, впервые предложен мне Игорем Мазином, это вариант с плюс-минус симметрии. В этом случае учитывается, что основное рассеяние происходит на векторе У-Большоя. Это тот самый вектор Литтинга, рассеяние, которым вызывают волну спиновой плотности, спиновые плотности и формируют антипермагнитное состояние. Так вот, когда мы выходим за границу волны спиновой плотности, мы оказываемся в той фазе, где есть флуктуация. Флуктуация усилена на этом волновом векторе. Следовательно, это самая большая взаимодействие в системе. И поскольку она отталкивательная, то параметр порядка выгодно сформировать такую ситуацию, когда на дырочной будет, например, плюс-дельта щель, а на электронной примекательности будет минус-дельта. Но спинклуптационные теории дают не только аспект минус-вариант симметрии, также может появиться депик симметрии, в этом случае на дырочной фирменной поверхности будут линии нулей. И далее встал вопрос, а каким экспериментом можно было бы определить, в каком сценарии приоритетесь, фактически посадить дорогу к тому, какой механизм сверхпроводительности. Например, отличить S++ от S++ с многими стандартными способами очень сложно, поскольку это все равно S-волна в одном случае не готовна, а в другом случае это какие-то ее высшие гармонии. И тогда мы посмотрели на нейтронное рассеяние. Итак, волновой вектор у антифермогнитный волновой вектор он соединяет электронную дырочку фирменной поверхности и при этом щель меняет знак. Таким образом мы имеем дельта к равно минус дельта к плюс ку, из-за этого начинают срабатывать факторы конкретности в мнимой части восприимчивости. То есть вот эта величина единицы минус комбинации теста оказывается неравнанной. И при дальнейших расчетах приближения РТА мы получаем в мнимой части восприимчивости громадный пик на величине чуть ниже, чем 2 Т. С другой стороны, для дырки по средопроводимости этот вектор соединяет состояние близкие к ноге, они дают значительно меньший вклад, и никакого резонанса не возникает. Возникает небольшое усилие по сравнению с откликом на нормальную фазу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok